Всем привет! Сегодня у нас любопытная партия. Играли два любителя 50 лет назад. Ну и был разыгран Волгский гамбит, только с порядком ходов чуть-чуть намудрили черный, но тем не менее. Д5, Д6, К3, Ж6. Ну, чем-то это напоминает нам с вами стародийскую защиту. Ж3, слон Ж7, слон Ж2 и Б5. Ну, вот так вот спецнавка ходов мы прилетели в Волгский гамбит. Суть гамбита очень простая. Черные будут жертвовать пешки, ну а потом по линиям А и Б, вскрывшимся для ладей, будут атаковать пункты А2, Б2, используя слона на Ж7. Пытаться не только отыграть пешку, но еще и захватить решающую инициативу. А6, БА, Ферзь В5. То есть, черные сидят без двух пешек, на А6 нелегко отыграют, ну и при этом будут стремиться развивать свою инициативу. Конец А3. Можно было от шарха закрыться и слоном, но до 2, но конец А3 нормально. Далее, черные не останавливаются на достигнутом, тройным нападением они стреляют на конец А3. И где-то намекают на пункт А1 и хотят съесть А1. Ну и здесь идет неаккуратный ход, Ферзь С2, после которого черные бьют на С3 и белые играют слон Д2. Им казалось, что здесь будет все легко. Конь отойти не может, поскольку отдается Ферзь, но подкрепить нечем и они с комфортной для себя редакцией возьмут на С3. Но не тут-то было. Здесь мы нажмем на паузу и подумаем, зрителям мы предложим, как бы вы сыграли за черных. Предложите свою идею и подумайте самостоятельно. Ну а пока вы думаете, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик возле кнопки подписка. Все это будет способствовать развитию нашего канала. Итак, если вы уже догадались, давайте будем сверяться. Ну, конечно же, это ход Ферзь А4. Теперь, если белые бьют этого Ферзя, то следует идея Конь А4 и у меня, по сути, лишняя фигура. Если белые захотят ударить на С3, то они, получается, останутся без Ферзя. Ну и, конечно же, есть ход Б3, но в сути дела не меняет. Я убегаю на поле Е4 и проблемы остаются тем же. А в этой позиции белые сдались. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Оставайтесь с нами на одной волне и увидимся с вами совсем скоро. Пока.